Всем привет, друзья! В эфире канал Видеоохота. Сегодня разберем тему, где и как искать зайца-русака на охоте. Я вам расскажу о тех факторах, которые влияют на место лёжки зайца-русака и из собственного опыта поделюсь с вами своими наработками, своими наблюдениями о тех факторах, которые влияют на поведение зайца-русака и выбор им своего места лёжки. Осень и начало зимы, пока снег ещё не глубок, основной кормовой базой-русака является палеозимыр. В угодьях им следует уделить особое внимание. Чаще всего заяц устраивает лёжку в 80-100 метрах от зелени. Его присутствие можно узнать по выстриженным островкам на зиме. Если срезанные кончики не пожелтели, то кормился заяц нынешней или вчерашней ночью. Старый помёд имеет сероватый цвет, а свежий – тёмно-зелёный и мнётся в пальцах, не рассыпаясь. На влажной почве легко разлучаются следы. Заяц любит ложиться на пашни под отвалом или в двойной борозде. Имеет смысл проверить только старые пашни, примыкающие к зелени. На свежеспаханном поле или барановке заяц искать бесполезно, не ляжет он и в слишком грязную пашню. Подходит для поиска и другие поля, примыкающие к озимам. Неудобен с холмиками, овражками, многолеткие, давно не обрабатываемые поля, стерни и бурьяны. Для укрытия заяц использует любые неровности. Ямки, высокую траву, стошки, кучки соломы и волки нескошенных поля. Осенью можно наблюдать стремление заяца уйти от погони именно по озимам, а также встать на дорогу и скрыться в ближайшей лесополосе. Ложится заяц непосредственно на озимы, если они не слишком низкие. Также ближе к краю на более возвышенной части поля, там суши. Обходить такое поле лучше в 60 метрах от края, особенно перспективная часть, примыкающая к лесополосе. В густых, высоких зелениях он может выскочить прямо из-под ног. Лежку здесь можно приметить по кучке земли, выброшенной при устройстве лежки. Часто за такой бугорок можно принять глыбу земли, но проверить все же стоит. Во всех случаях нужно стараться идти только на ветер, чтобы быть обнаруженным как можно позже и всегда быть готовым к выстрелу. Заяц имеет привычку появляться, как только вы забросили ружье за спину. В начале сезона можно хорошо поохотиться в колхозных садах, заросших сорняками, когда заяц еще совсем не боится человека. Сложность заключается в том, что зверек появляется лишь на долю секунды и скрывается в следующем ряду, поэтому лучше охотиться здесь втроем. Позже настеленного зайца в саду искать уже бесполезно. Сложно охотиться в период предзимья. Побелевший заяц в ожидании снега таится, ложится по краям оврага в заросших редким кустарниках и в полизащитных лесополосах. Все еще серые зайцы предпочитают высокие бурьяны, легкопроходимые у земли. В высокой густой спутанной траве зайца лучше не искать, она непригодна для быстрого бега. С наступлением зимы заяц переходит на пашню, уже не делая существенного различия, старые они или более свежие. Его также стоит искать у края озимых, в 100-200 метрах. Нужно найти жировки и свет, ведущий с них на пашню. Если поле лишь слегка присыпано снегом, тропление затруднительно, но верное направление определить все же можно. Бывает ветер гоняет верхний сухой слой снега и заметает среды, тогда действовать нужно, как на осенней охоте. Просто идти вдоль зелени, не ближе 100 метров от их края и быть очень внимательным. На пестром поле заяц плохо различается. На поле, сплошь покрытым довольно ровным слоем снега, лёжку можно заметить издалека по шапочке, выброшенной с лёжки снега. Но бывает, лёжка представляет собой просто углубление. Лёжки чаще располагаются теперь вблизи посадки, где заяц кормится в период глубокого снега. Но могут быть и на середине поля, но только при уплотненном снеге, по рыхлому глубокому снегу заяц вглубь поля не заходит. В середине зимы он предпочитает глубокую пашню, в которой роют довольно глубокие норы для лёжки. Они малозаметны для охотника, и бывает заяц вырывается из снега прямо под ногами или за спиной. В любой период сезона матерый русак проявляет больше хладнокровия и выдержки, чем прибылой, старается перележать опасность. Он больше боится остановки охотника, чем его движения. Нередко бывает, что когда охотник остановился, обдумывая дальнейший маршрут, чуть в стороне, позади него выскакивает русачище, не выдержали нервы. Очень любимым зайцам и углы поля с пучками сухой травы, островки неудобнее посреди озимых. На поле люцерны он прячется под скошенными вулканами. На культурных полях заяц роют лёжку вдоль, а не по перекрядову, а в степи под выступающим пучком более высоких растений. Встречается в балках по краю камыша или в буренье. При высоком снеге кормится не только ветками по краю посадок, но и семенами сверхушек высоких сорных трав, теперь ставших ему доступными. В яркие, солнечные дни хорошо, если солнце будет светить вам в спину, иначе сделать удачный выстрел трудно. Еще можно помнить, что заяц ложится головой к своему следу. Поздней осенью зайца манят огороды дачников и сельских жителей. По неглубокому снегу его можно застать непосредственно на дачных участках, а вблизи деревень он может держаться постоянно. Очень перспективны бурьяны у ферм и деревенских кладбищ, по краю которых заяц ложится довольно часто. Погода очень важный фактор. В сырую, пасмурную погоду и в оттепель заяц лежит крепко и подпускает близко. В ясные, морозные дни, когда снег скрипит под ногами, подойти на выстрел бывает чрезвычайно трудно. Сильный ветер от зверя поможет подойти ближе, безветренная подгода помешает этому. Если после оттепели в ночь подморозило, идти на охоту практически бесполезно. По осени, если вы вошли в возимую или густую траву и обувь стала очень мокрой, найти здесь зайца очень маловероятно. Зато в скошенном подсолнечнике кукурузе можно зайцу и лежать, и спрятаться от преследователей. Вот такие вот, друзья, правила, вот такие вот рекомендации по поводу того, где и как искать зайца я вам сегодня рассказал. Если видео было полезно, пожалуйста, ставьте лайки. Если есть что добавить, пишите в комментариях под данным видео. А на сегодня все. Ждите следующих видео. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!